Цветы, слезы, долгожданные объятия. В воинской части в Анапе, чувствам и эмоциям сегодня никто не сопротивляется. Дети ревниво ни на секунду не выпускают отцовской руки. Жены с любовью и нежностью прижимаются к крепкому плечу своих супругов. Это их первая встреча после долгой командировки в Сирию. Если честно, страшно. Страшно. Ничего спокойного нет. Переживаешь каждый день за него что и как. На то долей военного, говорится, жена, да? Да, Димка? В Краснодарский край самолет с военными медиками приземлился этой ночью. Их не было дома 80 дней. В Арабской республике 32-й отдельный отряд выполнял спецзадания. Врачи и медсестры сопровождали гуманитарные колонны, осматривали больных, спасали жизни солдат и мирного населения. На помощь сирийским коллегам все они отправились не по приказу, по зову сердца. Командир спрашивал у каждого, кто по желанию хочет поехать. Естественно, наш долг защищать и помогать людям. Я изъявил желание поехать. Почему бы нет? В отряде около 40 человек. Хирурги, терапевты, медсестры, водители. Рядом с крепкими мужчинами в военной форме стоят хрупкие девушки. Все работали на равных. Но пугало больше всего не количество пациентов. Мы выезжали в окрестности города. Там очень, знаете, дома разрушенные, дети голые, босые, голодные. Это, правда, для меня вот это, наверное, самое сложное. Для меня не пугали, конечно, там эти множество операций, больных. Вот сколько смотреть именно на гуманитарные акции. Тяжело было и вдали от семьи. У многих дома остались дети. Каждый день короткие звонки с весточкой о том, что все хорошо. Первый месяц очень тяжело. А потом уже не переживай, все нормально, все это. Детки уже не так стали. Спрашивают, мама приедет скоро. Мама у нас в командировке. Мама приедет. За три месяца в Сирии медики военного отряда провели 500 хирургических операций. Помогли почти 20 тысячам жителей Арабской республики. В их числе 5 тысяч детей. В местные больницы передали более 30 тонн лекарств. Сегодня их встречают как настоящих героев. За проделанную работу военных поблагодарил глава региона Вениамин Кондратьев. Не только навыки, умения, профессионализм нужен был вам при выполнении вашего профессионального долга. Мужество. Мужество в тех условиях, которые вы выполняли свою работу. Вы оказывали медицинскую помощь не только нашим солдатам в сложных условиях войны, но и мирному населению. Вы настоящие герои. Герои нашего времени. Мы по-настоящему гордимся вами. Уверен и гордятся, и особенно радуются вашему возвращению домой вашей семьи. Дети, родственники, родители. И вместе с ними радуются наша Кубань. С праздником, с возвращением домой. Весь личный состав был удостоен наград. Это благодарность за службу, которую они всегда несли с честью. Своим профессионализмом и добросою с отношением к родственным обязанностям вы приумножили славные традиции крылатой пехоты. Показали свою состоятельность и способность действовать грамотно, слаженно, самоотверженно в сложной боевой обстановке. Успешное выполнение поставленных перед отрядом задач еще раз подтверждает, что медицинская служба вооруженных сил Российской Федерации способна оказать помощь в любой точке планеты и в любых условиях. После долгой и сложной командировки военные медики собираются в отпуск. На вопрос, как проведут заслуженные выходные, ответ у всех один. Теперь только вместе с родными и близкими. Мария Крошина, Алексей Комаров, Денис Москаленко, Кубань-24, Анапа.